Тербинофин-крем – это противогрибковое средство, обладает широким спектром действия в отношении грибов, вызывающих заболевания кожи, волос и ногтей. Показания. Применяется для лечения следующих заболеваний. Микозы волосистой части головы, трихофития, микроспория, грибковые заболевания кожи и ногтей. Они хомикозы. Тяжелые распространенные дерматомикозы гладкой кожи туловища и конечностей, требующие системного лечения. Кандидозы кожи и слизистых оболочек. Способ применения и дозы. Тербинофин можно наносить на кожу 1 или 2 раза в сутки. Перед нанесением необходимо очистить и подсушить пораженные участки. Накладывают тонким слоем на пораженную кожу и прилегающие участки и слегка втирают. При инфекциях, сопровождающихся опрелостью, подмолочными железами, межпальцевых промежутков, между ягодицами, в паховой области. Места нанесения крема можно прикрывать марлей, особенно на ночь. Средняя продолжительность лечения – дерматомикоз туловища, конечностей, голеней – от 1 до 2 недели. Дерматомикоз стоп – от 2 до 4 недель. Кандидоз кожи – от 1 до 2 недель. Разноцветный лишай – 2 недели. Микоз ногтевых пластинок – от 3 до 6 месяцев. Уменьшение выраженности клинических проявлений обычно отмечается в первые дни лечения. В случае нерегулярного лечения или преждевременного его прекращения существует риск возобновления инфекций. В случае, если через 2 недели лечения не отмечается признаков улучшения, следует произвести верификацию диагноза. Нет оснований предполагать, что для лиц пожилого возраста требуется изменять дозирование препарата или что у них отмечаются побочные действия, отличающие от таковых у пациентов более молодого возраста. Противопоказания. Тербинофин выделяется с грудным молоком. При необходимости применения препарата в период лактации следует решить вопрос о прекращении грудного вскармливания. Особое указание. Следует избегать попадания его в глаза, так как он может вызывать раздражение. При случайном попадании препарата в глаза, их следует немедленно промыть проточной водой, а в случае развития стойких явлений раздражения, необходимо проконсультироваться с врачом. При развитии аллергических реакций необходимо отменить препарат. Побочные действия. Ощущение тяжести и боли в эпигастральной области, нарушение вкуса, снижение аппетита, тошнота, диарея, холестаз, нейтропения, тромбоцитопения, кожные аллергические реакции, ощущение жжения, покраснение кожи и зуд в области нанесения крема. Условия хранения и срок годности. Хранить в сухом месте, при температуре не выше 25 градусов. Срок годности 3 года.